Агата Кристи Изборника «13 загадочных случаев» Мотив и возможность Мистер Петерик откашлялся гораздо многозначительнее, чем обычно. Опасаюсь, что после потрясающих рассказов, которые мы услышали, «Моя незамысловатая история покажется вам совсем пустяковой», – извиняющимся тоном произнес он. «В ней нет кровопролития, но мне она кажется очень интересной и очень остроумной. К счастью, я знаю, в чем ее загадка». «Уж не юридическая ли казуистика?» – спросила Джойс Ламприер. «Я имею в виду статьи закона «Дело Бернеби против Скиннера в 1881 году и тому подобное». Мистер Петерик, сияя улыбкой, понимающе посмотрел на нее поверх пенсне. «Нет-нет, моя дорогая юная леди, вам не следует опасаться на этот счет. История, которую я собираюсь рассказать, проста и незатейлива. В ней может разобраться любой». «Так никаких юридических ухищрений?» – погрозила ему спицей мисс Марпл. «Конечно, конечно», – заверил мистер Петерик. «Ну ладно, я в этом не уверена, но готова послушать». «История касается моего бывшего клиента. Я буду называть его мистер Клоуд, Саймон Клоуд. Это был весьма состоятельный человек, и жил он в большом доме неподалеку отсюда. Его единственный сын погиб на войне. Остался ребенок, маленькая девочка. Ее мать умерла при родах, и после смерти отца девчушка стала жить у деда, который сразу к ней сильно привязался. Маленькая Крис могла делать со своим дедушкой все, что угодно. «Я никогда не встречал человека, более занятого ребенком, чем он. Не могу передать вам его горе и отчаяние, когда девочка в возрасте 11 лет заболела воспалением легких и умерла». Бедный Саймон Клоуд был безутешен. К тому же вскоре еще один из его братьев скончался. Дети брата оказались в весьма стесненных обстоятельствах. Саймон Клоуд великодушно представил им свой дом. И вот у него поселились две девушки Грейс и Мэри и юноша Джордж. Старик был добр к детям брата, но никогда не проявлял к ним такой любви и привязанности, как к своей маленькой внучке. Для Джорджа в банке неподалеку нашлась работа. Грейс вышла замуж за молодого способного ученого-химика по имени Филипп Гаррот. Мэри была незаметной, замкнутой девушкой. Она осталась жить в доме и заботилась о своем дяде. Я полагаю, она любила его в свойственной ей сдержанной манере. Судя по всему, все шло мирно. Замечу, что после смерти маленькой Кристабель, Саймон Клоуд пришел ко мне и поручился ставить новое завещание. По этому завещанию его состояние очень значительное. Делилось между племянником и племянницами, каждому по третье. Шло время. Однажды, случайно встретившись с Джорджем Клоудом, я поинтересовался о дяде, которого некоторое время не видел. К моему удивлению, Джордж помрачнел. «Очень бы хотелось, чтобы вы как-то повлияли на дядю Саймона», – удрученно сказал он. Выражение его честного неблещущего красотой лица свидетельствовало о тревоге и замешательстве. «С этими спиритическими сеансами он все хуже и хуже». «Что за спиритические сеансы?» – удивился я. Тогда Джордж рассказал мне, что мистер Клоуд заинтересовался этим занятием, начал входить во вкус и тут случайно познакомился с медиумом, американкой, некой Эвридикой Спрак. Джорджа характеризовал ее как мошенницу, возымевшую над Саймоном Клоудом огромную власть. Она практически постоянно находилась в доме и проводила массу сеансов, во время которых перед безумствующим от любви к внучке дедом представал дух маленькой Крис. «Скажу вам прямо, я не отношусь к числу тех, кто не приемлет спиритизм. Как я вам уже говорил, доверяюсь фактам и думаю, что если подходить к этому беспристрастно и взвесить факты в пользу спиритизма, то выяснится много такого, что нельзя отнести насчет мошенничества и чему нельзя просто не придавать значения. Поэтому я верю и не верю». Однако, с другой стороны, спиритизм легко становится объектом надувательства и жульничества. Из того, что мне рассказал Джордж Клоуд об этой Эвридике Спрак, я понял, что Саймон Клоуд попал в плохие руки и что миссис Спрак, вероятнее всего мошенница высшей марки. Старик, будучи в практических делах человеком проницательным, мог быть запросто обведен вокруг пальца там, где дело касалось его любви к покойной внучке. Чем дольше я обдумывал ситуацию, тем мне все больше становилось не по себе. Я любил молодых Клоудов, Мэри, Джорджа и понимал, что это миссис Спрак и ее влияние на их дядю в будущем могут привести к неприятностям. Я нашел предлог и зашел к Саймонду Клоуду. Я понял, что миссис Спрак обосновалась в доме как почетный и близкий гость. Достаточно было взглянуть на нее, чтобы мои опасения подтвердились. Это была крепкая женщина среднего возраста, вызывающе одетая. Она оперировала лицемерными фразами о наших влюбленных, которые отошли в мир иной, и другими вещами подобного рода. Ее муж, мистер Апсалом Спрак, худой, высокий мужчина с меланхоличным выражением лица и каким-то скрытым взглядом, также обитал в доме. Я пригласил к себе Саймона Клоуда и тактично поинтересовался о его новых знакомых. Он был полон энтузиазма. Эвредика Спрак – замечательная женщина. Она неспослана ему Богом в ответ на его мольбы. Деньги ее ничуть не волнуют. Ей доставляет радость помочь страждущему сердцу. У нее просто материнские чувства к маленькой Крис. И он готов относиться к ней как к дочери. Затем он стал описывать мне некоторые подробности. Как он слышал голосок Крис, как ей хорошо, как она счастлива быть вместе с мамой и папой. Все эти сентиментальности, насколько я помню Кристабель, были ей совершенно несвойственны. По словам Саймона, девочка упорно утверждала, что мама и папа любят дорогую миссис Спрак. Но, прервался он, вы, конечно, смеетесь надо мной, Петерик. Нет, не смеюсь, отнюдь. Есть люди, занимающиеся этим предметом, свидетельства которых я бы не колеблясь принял и оказал бы доверие и уважение любому рекомендованному ими медиуму. Я полагаю, у этой миссис Спрак хорошие рекомендации. Саймон разразился потоком восторгов по поводу миссис Спрак. Она не спослана Богом. Он повстречал ее на водах, где провел летом два месяца. Случайная встреча и такой удивительный результат. Я ушел очень недовольным. Мои худшие опасения подтвердились. К тому же я не видел выхода из этой ситуации. Все же, как следует поразмыслив, я написал Филиппу Гарраду, который, как я только что упоминал, женился на старший Клоуд, на Грейс. Я крайне сдержанно обрисовал ему ситуацию. Я указал на опасность того, что подобная женщина может оказать решающее воздействие на старика, и я предложил поискать возможность ввести мистера Клоуда в контакт с какими-то достойными уважения медиумами. Я считал, что устроить это не составит Филиппу Гарраду труда. Гаррад действовал быстро. Он понял то, чего не понял я. Здоровье Саймона Клоуда было в очень опасном состоянии, и как человек практичный, он не имел желания допустить, чтобы его жену, его сестру и ее брата лишили наследства, которое по праву принадлежало им. Он появился на следующей неделе и привел с собой в качестве гостя известного профессора Лонгмана. Лонгман был первоклассным ученым, и его причастность к спиритизму вызывала почтительное отношение к последнему. Блестящий ученый, он и человеком был чрезвычайно прямым и честным. Результат визита был крайне неудачен. Оказалось, что Лонгман во время своего пребывания в доме не сказал ничего определенного. Было проведено два сеанса. При каких условиях, я не знаю. Находясь в доме, Лонгман уклонялся от разговоров. Но после ухода он написал Филиппу Гарраду письмо. В нем он признавал, что не сумел уличить миссис Праг в мошенничестве. Тем не менее, по его личному впечатлению, явления были ненастоящими. Он писал, что если мистер Гаррад сочтет уместным, то может показать это письмо своему дяде, а также предложил свести мистера Клоуда с абсолютно честным медиумом. Филипп Гаррад отнес письмо дяде, но результат оказался не таким, как он ожидал. Старик пришел в неописуемый гнев. Все это интриги, позорящие миссис Праг, это клевета и оскорбление святой. Она уже говорила ему о том, что ей ужасно завидуют. Он заметил, что даже Лонгман был вынужден признать, что не обнаружил мошенничества. Эвредика Спраг пришла к нему в трудный час его жизни, поддержала его, и он будет защищать ее, даже если бы это привело его к ссоре со всеми членами семьи. Она значит для него больше, чем кто бы то ни было в мире. Филипп Гаррад был выпровожен из дома без всяких церемоний. Приступ сильного гнева подорвал здоровье Клоуда. Его состояние заметно ухудшилось. Он практически слег, и уже не было сомнений в том, что он так и останется прикованным к постели, пока смерть не облегчит его страдания. Через два дня после ухода Филиппа я получил срочный вызов от Саймона Клоуда и спешно отправился к нему. Клоуд лежал в постели и даже на мой неискушенный взгляд выглядел очень больным. Дыхание у него было прерывистым. «Мне осталось жить совсем немного», произнес он. «Не спорьте со мной, Петерик. Я чувствую это. Но перед тем, как умру, я собираюсь выполнить свой долг перед единственным человеческим существом, которое сделало для меня больше, чем кто-либо в мире. Я хочу написать новое завещание». «Как только вы мне поручите это, я сразу же составлю документы, вышлю вам», — ответил я. «Так не пойдет, дорогой мой», — прохрепел он. «Ведь я могу и до утра не дожить. Я написал вот здесь, чего хочу». Клоуд пошарил у себя под подушкой. «А вы скажите мне, все ли тут верно?» Он достал лист бумаги с какими-то небрежными каракулями. Все было вполне просто и ясно. Он оставлял по пять тысяч фунтов племянницам и племяннику, а все остальное состояние полностью вверял и вредики спрак с благодарностью и восхищением. «Мне это было не по нраву, но что же поделаешь?» О сумасшествии не могло быть и речи. Голова у старика работала не хуже, чем у других. Клоуд позвонил служанкам. Тут же явились горничная Эмма Гонт, женщина средних лет, которая много лет проработала в доме, и кухарка Люси Дэвид, светловолосая, миловидная женщина лет тридцати. Саймон Клоуд в упор взглянул на них из-под кустистых бровей. «Я хочу, чтобы вы засвидетельствовали мое завещание. Эмма, передай мне авторучку». «Не с этой стороны», раздраженно заворчал он. «Ты что, не знаешь, что она в правом ящике?» «Нет, она как раз здесь, сэр», сказала Эмма и протянула ручку. «Значит, в прошлый раз ты ее не туда положила», пробурчал старик. «Терпеть не могу, когда вещи не кладут на место». Продолжая ворчать, он взял у нее ручку и переписал подправленный мною черновик на новый лист бумаги. Потом расписался. Эмма Гонт и кухарка Люси Дэвид тоже поставили свои подписи. Я сложил завещание и положил его в продолговатый голубой конверт. «Как вам известно, оно обязательно должно было быть написано на обыкновенном листе бумаги». Только служанки собрались выходить из комнаты, как Клоуд с перекошенным отудущей лицом откинулся на подушке. Встревоженно я наклонился к нему, а Эмма Гонт тут же вернулась. Однако старику полегчало, и он слабо улыбнулся. «Все в порядке, Петерик. Не беспокойтесь. Во всяком случае, теперь я умру с легким сердцем. Ведь я сделал, что хотел». Эмма вопрошающе взглянула на меня, можно ли ей идти. Я кивнул, и она пошла. Но вдруг остановилась и подняла голубой конверт, который я от волнения выронил. Она подала его мне в руки. Я сунул конверт в карман пальто, и она ушла. «Вам все это не понутру, Петерик», заговорил Саймон Клоуд. «Но вы, как и все, не беспристрастны». «Дело не в пристрастности», возразил я. «Вполне возможно, что миссис Праг именно тот человек, за которого себя выдает. Я бы не стал возражать, если бы вы оставили ей какую-то небольшую долю в знак благодарности. Но говоря откровенно, Клоуд, лишать наследства всю свою плоть и кровь в пользу чужого человека – это неправильно». С этими словами я повернулся и ушел. Я сделал все, что мог, высказав свое отрицательное отношение. Мэри Клоуд встретила меня в холле. «Выпейте чаю на дорогу. Проходите сюда». И она повела меня в гостиную. В камине горел огонь. Комната выглядела уютно и приветливо. Мэри помогла мне снять пальто. Вошел ее брат Джордж. Он взял пальто, положил на стул в дальнем конце комнаты и вернулся к камину, где был накрыт стол для чая. Во время чаепития возник какой-то вопрос насчет имения. В свое время Саймон Клоуд сказал, что не хочет им заниматься и предоставляет все решать Джорджу. Джорджу очень беспокоило такое доверие его персоне. По моему предложению, мы после чая пошли в кабинет, и я познакомился с соответствующими бумагами. Мэри Клоуд присем присутствовала. Через четверть часа я собрался уходить и пошел в гостиную за пальто. В комнате была миссис Прак. Она стояла на коленях возле стула с пальто. Казалось, она делает что-то совершенно ненужное с критоновым ковром. Увидев нас, она, сильно раскрасневшись, поднялась. «Этот ковер не укладывается как следует», – пожаловалась она. «Подумать только. Хотелось получше подогнать». Я взял пальто, оделся, и только тут заметил, что конверт с завещанием выпал из кармана и валяется на полу. Я снова положил его в карман, попрощался и ушел. Дальше опишу свои действия подробно. Вернувшись к себе в офис, я снял пальто и достал завещание из кармана. Я стоял у стола, держал документ в руке, когда вошел служащий. Кто-то желал говорить со мной по телефону, а мой аппарат на столе не работал. Вместе со служащим я вышел в приемную и пробыл там минут пять, разговаривая по телефону. Когда я закончил, ко мне опять обратился служащий. «Мистер Спрак хочет видеть вас, сэр». Я провел его к вам в офис. Я отправился к себе. Мистер Спрак сидел у стола. Он поднялся и с несколько излишним рвением поприветствовал меня. Затем он приступил к длинной сбивчивой речи. По-видимому, это была попытка оправдать себя и свою жену. Он опасается, что люди говорят и так далее, и так далее. Все знают, что его жена с детства отличалась чутким сердцем и добрыми помыслами и тому подобное, и тому подобное. Боюсь, я с ним не слишком церемонился. Я думаю, в конце концов он понял, что визит его неуместен и как-то неожиданно, завершив беседу, ушел. Тогда-то я вспомнил, что оставил завещание на столе. Я взял его, заклеил конверт и убрал в сейф. И вот я перехожу к сути истории. Два месяца спустя мистер Саймон Клоуд умер. Не буду вдаваться в подробности, просто констатирую факты. Когда я вскрыл конверт с завещанием, там оказался чистый лист бумаги. Он сделал паузу, окинул взглядом внимательные лица и с явным удовольствием улыбнулся. Вы, конечно, понимаете, о чем речь. Два месяца запечатанный конверт лежал в моем сейфе. К нему никто не имел доступа. С тех пор, как завещание подписали и до того момента, когда я спрятал его в сейф, прошло слишком мало времени. Итак, кто же все-таки успел? У кого была возможность и в чьих интересах было это сделать? Напомню основные моменты. Завещание подписано мистером Клоудом и положено мною в конверт. Пока все хорошо. Затем оно было положено мною в карман пальто. Пальто с меня сняла Мэри и отдала Джорджу. Пальто было передано ему на моих глазах. Пока я находился в кабинете, у миссис Эвредики с праг было достаточно времени, чтобы вытащить конверт из кармана и познакомиться с его содержанием. По-видимому, то, что конверт оказался на полу, а не в кармане, свидетельствует о том, что она именно так и поступила. И тут мы оказываемся перед любопытным фактом. У нее была возможность заменить завещание чистой бумагой. Но не было мотива. Завещание было в ее пользу. Заменяя его пустым листком бумаги, она лишала себя наследства, которое так жаждала получить. То же относится и к мистеру Спрагу. У него также была возможность. На две или три минуты он оставался один на один с этим документом у меня в офисе. Но опять-таки, он ничего от этого не выигрывал. Итак, перед нами интересная задача. Два человека, которые имели возможность вложить чистый лист бумаги, не имели мотива для этого. И двое, у которых был мотив, не имели возможности. Между прочим, не будем исключать из подозреваемых Эмму Гонт. Она души не чаяла в молодых хозяевах и не переносила Спрагов. Я не сомневаюсь, что она попыталась бы совершить подлог, если бы задумала. Но на самом деле она отдала конверт, подняв его с пола. Несомненно, у нее не было возможности открыть конверт. Она не могла ловким движением рук подменить его другим конвертом, потому что конверт, о котором идет речь, был принесен в дом мною. И вряд ли у кого-нибудь нашелся бы такой второй. Он огляделся, одарив собравшихся улыбкой. Вот моя маленькая загадка. Надеюсь, я изложил все ясно. Было бы интересно услышать ваше мнение. Ко всеобщему удивлению, мисс Марпл не смогла удержаться от смеха. По-видимому, ее тут что-то очень забавляло. «Что с вами, тетя Джейн? Может быть, и нам можно посмеяться?» спросил Реймонд. «Я вспомнила маленького Томми Саймонса, этого озорного мальчишку, но, надо сказать, иногда страшно уморительного. У детей с такими невинными мордашками вечно что-нибудь происходит». На той неделе в воскресной школе он вдруг спрашивает учительницу, «Как правильно сказать, желток в яйцах белый или желтки в яйцах белые?» и мисс Дерстон принялась объяснять, что принято говорить, «желтки в яйцах белые или желток в яйце белый». А этот озорник и говорит, «А я бы сказал, что желток в яйце желтый». «Ну как не озорник?» «И старо как мир, я это еще с детства знаю». «Смешно, конечно, дорогая тетя Джейн», смягчился Рэймонд, «но ведь это не имеет отношения к интересной истории, которую рассказал мистер Петерик». «Как же не имеет», возразила мисс Марпл. «Тут же подвох!» «И история мистера Петерика тоже с подвохом!» «Вполне в духе адвоката!» «Ах, старина!» И она посмотрела на него сукаризной и покачала головой. «Удивительно! Вы в самом деле все поняли?» оживившись, спросил адвокат. Мисс Марпл написала несколько слов на клочке бумаги, сложила и передала ему. Мистер Петерик развернул записку, прочел и взглянул на пожилую даму с восхищением. «Друг мой», сказал он, «Существует ли для вас что-нибудь неразрешимое?» «Мне с детства такое известно», ответила мисс Марпл. «Я сама устраивала подобные штуки». «Что-то никак не сообразить», сказал сэр Генри. «Чувствую, что тут у мистера Петерика какой-то хитроумный юридический фокус». «Но что вы», возразил мистер Петерик, «Что вы, все совершенно просто. Не стоит так прислушиваться к мисс Марпл. У нее свой взгляд на вещи». «Нам надо добраться до истины», принялся рассуждать Рэймонд Уэст. «Конечно, все выглядит довольно просто. По сути дела, пять человек притрагивались к конверту. Ясное дело, спраги могли сунуть свой нос, но в то же время очевидно, что они этого не делали. Остаются трое. Тут представляется прекрасная возможность проделать то, что делают фокусники у вас на глазах. Мне кажется, что бумагу мог изъять и подменить Джордж Клоуд в тот момент, когда он нес пальто в дальний конец комнаты». «А я считаю, что это девица», заявила Джойс. «Я думаю, что горничная побежала и рассказала ей все, а та достала другой голубой конверт и просто подменила их». Сэр Генри покачал головой. «Я с вами обоими не согласен», медленно начал он. «Такие вещи только для фокусников, и делаются они на сцене или в романах. Но в реальной жизни, в особенности под пристальным взглядом такого человека, как мой друг мистер Петерик, мне кажется, осуществить их невозможно. Но у меня есть одна версия. Версия, но отнюдь не больше. Мы знаем, что незадолго до этого в доме побывал профессор Лонгман, и при том не сказал почти ничего определенного. Логично предположить, что Спраги были озабочены последствиями его визита. Если Саймон Клоуд не посвящал их в свои дела, что вполне вероятно, они могли думать, что Клоуд послал за мистером Петериком совсем из других соображений. Возможно, они считали, что мистер Клоуд еще раньше успел составить завещание, пользу и вредике Спраг, и теперь в результате открытий профессора Лонгмана или же напоминаний Филиппа Гаррада о правах плоти и крови, он послал за мистером Петериком, чтобы срочно устранить ее от наследования. В этом случае предположим, что миссис Спраг решилась осуществить подмену. Она и делает это, но в самый неподходящий момент входит мистер Петерик. У нее даже нет времени прочитать документ, и она поспешно уничтожает его, бросив в огонь. Джойс решительно покачала головой. Она бы никогда в жизни не сожгла его, не прочитав. Объяснение не очень убедительное, признал сэр Генри. Не могу утверждать, что у меня сложилось какое-то определенное мнение, сказал доктор Пендер. «Думаю, что подмену могли осуществить либо миссис Спраг, либо ее муж». Мотивом, возможно, послужило то, о чем сказал сэр Генри. «Если бы миссис Спраг прочла завещание после ухода мистера Петерика, то оказалась бы в затруднительном положении, ведь признаться в своем поступке она не могла. Правда, она могла бы положить завещание в бумаге мистера Клоуда в надежде на то, что его обнаружат после смерти наследователя, но его почему-то не нашли. Вполне вероятно, что Эмма Гунд наткнулась на завещание и с преданности хозяевам умышленно уничтожила его. «Я считаю, что объяснение доктора Пендера самое правдоподобное», возвестила Джойс. «Не так ли, мистер Петерик?» Адвокат покачал головой. «Продолжу с того, на чем остановился. Я был огорошен, как и все вы. Я был в полном недоумении. Не думаю, что я когда-нибудь добрался бы до истины. Скорее всего, нет. Но меня просветили. Это тоже было тонко сделано. Приблизительно месяц спустя я пошел пообедать с Филиппом Гаррадом. Мы разговорились, и уже после обеда он упомянул о любопытном случае, который привлек его внимание. «Мне хотелось бы рассказать вам о нем, Петерик. конфиденциально, конечно». «Разумеется», ответил я. «Один мой приятель, у которого имелись виды на наследство от родственника, был сильно опечален тем, что, как выяснилось, родственник этот вознамерился завещать имущество совершенно недостойной особи. Боюсь, мой приятель был не очень щепетилен в выборе средств. В доме была девушка, преданная интересам тех, кого я называю законной стороной. Он дал ей ручку, заправленную соответствующим образом. Девушка должна была положить ее в ящик письменного стола в комнате хозяина, но не в тот ящик, где обычно лежала ручка. И когда хозяину понадобилось бы засвидетельствовать подпись на каком-либо документе, и он бы попросил ручку, то она должна была подать ему ручку двойник. Вот все, что нужно другой информации он ей не давал. Девушка была преданным человеком и в точности выполнила его указания. Он прервал рассказ и произнес «Надеюсь, я вас не утомляю, Петерик?» «Напротив», отозвался я, «Вы меня очень заинтересовали». Мы встретились взглядами. «Вы моего приятеля, конечно, не знаете?» «Конечно, нет», ответил я. «Тогда все в порядке», успокоился Филипп Гарретт. Петерик выдержал паузу и потом сказал с улыбкой «Вам ясно, в чем дело?» Ручка была заправлена так называемыми исчезающими чернилами, водным раствором крахмала с добавлением нескольких капель йода. Получается насыщенная черно-синяя жидкость, но написанная исчезает через четыре-пять дней». Мисс Марпл усмехнулась. «Исчезающие чернила», подтвердила она. «Известное дело, сколько развлекалась ими, когда была девчонкой». И она с улыбкой посмотрела на всех, а мистеру Петерику погрозила пальцем. «Все же это подвох, мистер Петерик», сказала она. «Впрочем, как раз в духе адвокатов?» Текст читал актер Юрий Яковлев-Суханов. Спасибо и до новых встреч Киев, июль 2023 года. Продолжение следует...